Сашка, а есть 200 гривен? Смотря для чего. Не поверишь, для того, чтобы они превратились в 400. Давай 200. И задача легкотня. Положи так руки. Если ты сможешь продержать вот так стаканы с водой, не разлив воды, получаешь 400 гривен. Трогать тебя не буду толкать, я не буду вообще сегодня доброй. Татью легкотня. А вот наказать таксиста хама было не очень легко. Но на расследование пошли две Кристины. Реально две Кристины. И таксист получил топором в капот. Ну заслужил чувак, реально. Впервые мы расставили двойные сети. Мне сказали, что телефона нет. Но я ему позвонила через пару минут. Ну брешет же, скотина. Чтобы словить таксиста-вора. Может вам орден дали? Орден терпилы, да? Спасибо. А то я вам даже кубок сегодня организую. Вам понравится. И таксист озверел. Стой! Стой, сука! Тихо! Ты понял, ты шутил от меня думаешь? Я пошутила, я пошутила. А все потому, что нам попался очень плохой таксист. Я села в машину, и таксист оказался неадекватным. Ну как попался? Его сдали. Пассажирка Катя. Светиться на телеке не решилась, зато все изложила в подробностях. Бало того, что он мне нахомнил, как бы, он у меня еще и телефон мой мобильный украл, понимаете? Я просто... Как, 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 как? Вообще была в полном шоке. Он отобрал мой телефон, да. Он отобрал? Он отобрал прямо, что ли, прямо в такси отобрал телефон? Ничего себе. А... Вот это уже точно наш профиль. И не похоже, что Катя врет. Уже очень заживое ее задело. Я сразу же набралась телефонной подружки, это был таксист. И поговорила, и начала говорить с этим таксистом. Попросите о том, что посмотрела хотя бы по сторонам в машине, я не знаю. Но я была в полном шоке. Оставить, забыть еще телефон в машине. А он на мою просьбу просто, Катя, начал хамить. И надо же говорить за своими вещами. И вообще бросил трубку, представляете? И мы решили так. Ни пойман, ни вор. Сначала проверим, а потом, если что, накажем. Три дня мы следили за нашим объектом, таксистом-вором. Узнали все. Где ждет пассажиров, чтобы бензин по городу не наматывать. Где живет и даже какой кофе любит. Ты посмотришь, он сделал. Желоб типичный. И на сегодня назначили проверку. А если что, и наказание. А вы не на точке, наверное? Да, уже. Мы вот выезжаем. Вы там уже, да? Нам даже дождь подыграл. Таксисты сегодня востребованы. И наш объект точно ничего не заподозрит. 9.00 и мы на месте. Сюда таксиста вызову я. Но в совершенно новом и правильно продуманном образе. Пострадавшая Катя дала нам номер мобильного наглого таксиста. Пора начинать. Ну что, звоним? Да, давайте. Адут, на 99 его? Угу. Алло, здравствуйте. А я как-то вызывала такси, вас вызывала на 12. Можно вас вызвать на сейчас? Мне очень срочно надо ехать. Я тогда ехала с вами за 60, готова сейчас за 70 поехать. Да, мы накручиваем тариф, чтобы он точно согласился. Ехать куда? Ехать на Алимпу 68. 83. Едем, нет? А, 80? Я просто за 60... Девушка, мне понравится. Тоже ничего, что у меня куча заказов. 83, мне дешевле не поезд. А через сколько вы сможете быть? 15 минут я у вас. Подъезд? Даже не дослушал, да? Офигеть. Да, прям король вежливости. Будет ему сегодня и кубок, и парочку скипитров. Парик, парик поправь, чтобы там ничего не торчало. Короче, я за малым. Итак, у нас 15 минут. Я сегодня в образе молодой мамочки. Что может быть безобиднее? Только на мне вместо кенгурушек мини-микрофон, подслужка для связи с группой и скрытая камера в люльке. Малыш плюшевый против не был. Итак, ждем. Три следящих машины на низком старте, а таксиста все нет. Неужели перехватили более выгодным заказом? Алло, здравствуйте, я же вас жду, а вас все нет, а вы где? Хорошо, я тогда. И так он даже не заехал во двор, несмотря на то, что дождь. И несмотря на то, что сумму за поездку и так накрутил. Здравствуйте, а что же вы так в столице далеко? Где место было, там и стал. Вы видели яму возле своего двора? Я извиняюсь, у меня машина не в лунаху. Ну вот вроде и извиняюсь, сказал, но каким же тоном? Где место было, там и стал. Кстати, о ямах. Да, они есть, но наши машины спокойно проехали, как и все другие, которые стоят во дворе. Ладно, едем. Работают две скрытые камеры. Одну я установила под подголовником, вторая из люльки. Кстати, о малышне. Это моя девочка. Извините, у вас немножко откуда-то дует, я не понимаю. Может быть, окошко где-то надо закрыть? Во-первых, вы не видите его лица, как будто бы лимон и пятый час ест. Хотя смачный причмок прям подтвердил силу его одолжения. Во-вторых, на улице плюс пять. И увидев люльку, можно было бы и самому догадаться прикрыть окно. Окей. Настраиваю голос на божий одуванчик. И продолжаю следовать плану. Алло, мамочка, я просто с поликлиники, потом сразу же поеду. Ой, секундочку, у меня другой звонок, извини. Да. Два телефона у меня не просто так. Они сыграют ключевую роль в проверке таксиста. Кстати, а в машине-то прохладно, а я типа как бы с ребенком. Как он отреагирует на простую человеческую просьбу? Извините, а печечку можно включить? Прохладно в машине. Я минуту назад окно открыл, закрыл лобо. Теперь вам печку включи. Но замечаю, что печку таки включил. И не важно, что на недружелюбную атмосферу внутри можно топор вешать. Или лучше вбить? Если честно, я закипаю, но держусь. Мало ли, вдруг у человека сегодня просто хандра. Позабочусь-ка я о его удобстве. В благих целях. Ой, а у меня 500 гривен купюра. У вас будет сдача, если что? Вы, конечно, извиняйтесь, вы мне ждали только что 15 минут дома. Вы же могли за это время поменять у кого-то там, у соседей, я не знаю. У меня что, обменник здесь или что? Опа, и тут виновата. А ведь могла уже по прибытию просто дать 500 гривен и пусть бы сам метался в поисках сдачи. Хотя по правилам она у него быть обязана. Он предоставляет услугу и должен иметь разменные деньги. Ладно. Выскакиваю под дождь, меняю деньги, возвращаюсь. Одно радует. Машина таки прогрелась. Я еще разыгрываю затурканную мамочку. Периодически как бы случайно роняю второй телефон, чтобы все выглядело естественно, когда я буду ронять выходя. Кстати, мы уже подъезжаем. Возле черной машинки, пожалуйста. Группа держится на расстоянии. Им же еще продолжать слежку за нашим героем. А на точке уже ждет наружный оператор. Ну что, пройдет он нашу проверку или нет? Ой. Именно для этого мне были нужны два телефона, чтобы по одному говорить, а другой нечаянно уронить. Да, Валентина Степановна, конечно. Восемьдесят... Восемьдесят... Восемьдесят пять гривен. Секундочку. А почему восемьдесят пять? За простую кто? Я что ли буду платить? Ну вы заезжали, меняли не, не, не. Вы же не могли это сразу сделать. Восемьдесят пять гривен. Пожалуйста. Можно без датчиков. Ой, Господи. Да что ж такое? Алло. Валентина Павловна, выхожу уже. Вот буду через минут десять где-то. Микрокамера осталась в подголовнике. Он точно не заметит. Но она, если что, заметит все. Итак, я вышла. Он поехал. Но я почти сразу перезваниваю. Мол, не у него ли я забыла второй телефон? Ну, посмотрите, беленький такой, четвертый айфон. Может быть, я не знаю, может, упал куда-то. Вот так и трубку бросил. Как и в случае, создавшей его нам Катей. А он, наверное, на мою просьбу просто Катя начал хамить. И нужно говорить за своими вещами. И вообще бросил трубку. Представляете? Но мы-то за ним следим, чтобы убедиться, что к нему не подсядет пассажир. Ведь тогда все можно свалить на него. И до моего звонка к нему никто не подсел. Он мне сказал, что телефона нет. Но я ему позвонила через пару минут. Ну, брешет же, скотина. Зато после звонка он вдруг остановился. И скрытая камера видит это. А вдруг он мне сейчас перезвонит, что нашел телефон? Ага, разбежался. Ну что, рассказ Кати подтвердился. Значит, начинаем операцию «Слей, гадо». Конечно, мы подготовили план заранее. На тот случай, если все подтвердится. И вот он, тот случай. Мы оставили таксиста без хвоста слежки, чтобы тщательно подготовиться к наказанию. Спустя пять часов мы готовы. И во всеоружии пасем его тут, у огромного торгового центра. За три дня предварительной слежки мы убедились. Именно тут он стоит и ждет клиентов. Такая подойдет? Утром была длинноволосая блондинка под кепкой, затурканная мамаша. Сейчас меховая фифа на каблуках. Похожи? Вот и таксист не должен меня узнать. Кстати, его пока нет. Мы ждем. Я гуляю по магазинам, парни гуляют. Не гуляют? Прошло уже полтора часа. Грязь, давай бегом в выход. Он подъехал, а он справа стоит. Лечу, его надо перехватить первой. Клиентов тут может быть очень много. А группа должна быстро активировать камеру в подголовнике такси. Так, камеру я запустил. Выходя утром, я ее специально там оставила. Понимая, что пока он на смене, ни на химчистку салона, ни на мойку он не поедет. А это единственная возможность случайно сбить нашу микрокамеру. И так я выхожу. Кстати, нам повезло, дождь закончился. Ты справа у клуба. И сейчас я должна сделать ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Здравствуйте, мне надо ехать на мать. В школе один. Плачу по супер, тройному, двойному, не знаю, 500 гривен. Конечно, присаживайтесь. Спасибо. Быстро проверяю камеру. Еще одна скрытая камера на мне. Вообще, цена по моему маршруту гривен 70, а я предложила 500. Типа у меня хорошее настроение. У меня сегодня столько дел. Мне испанец, представляете, замуж предложил. Ой, так все, надо много успеть. Не отреагировал. Ну ладно, я заставлю тебя реагировать. Если у вас жарко в машине, вы можете открыть? Конечно. Конечно? А с утренней мамашей ты так по кладез не был. А я тебе очищу можно? Я минуту назад открою. Закрыл. Теперь манпечку включишь. Мне надо чуть побольше. Мне чуть поменьше. Еще чуть поменьше. Да что ж. Вы можете как-то, Диза, побольше, нет, поменьше. Нет, вот так, закрывайте. Теперь я позадалбываю тебя так, как ты своих пассажиров. Готов ли ты потерпеть чужое хамство за 500 гривен? Хотя люди терпят твое совершенно бесплатно. Ой, ну включите музыку какую-то, я не знаю. Шансон будете слушать? Да, мечтаю. Вижу, как он забарабанил нервно пальцами. Чувствую, если бы не 500 гривен, он бы меня уже смачно послал. Терпит гад. А вот утреннюю перепуганную мамашу уже бы послал. Кстати, по-моему, вообще не узнал. Еще бы, мы же с ней похожи только с сидушкой такси. И сейчас я, конечно, в образе совсем не божьего одуванчика. Скажите, вы хотите выиграть соревнование «Самый медленный таксист в мире»? Или у вас позывной «Черепаха»? Ниндзя, да. Пока ниндзя незаметно, пока только черепаха. Называйте, как вы хотите. А что мы стоим вообще? Вам получается, чтобы мы ехали. Ну, если вы не обратили, то перед нами светофор. Но моя задача не дать ему расслабиться. Господи, да что же мы так летим? Я не понимаю, мы опаздываем на «Титаник»? Или за нами зомби гонятся? У вас есть когда средняя скорость? Это не значит, что нужно стоять. Слушай, мисс, ладно. Вы слышали эти красноречивые чмоки-вздохи? Либо он сейчас треснет, либо он в меня треснет, либо сможет подрабатывать озвучкой любовных сцен в «Том и Джерри», например. Слушай, мисс, ладно. За простой кто? Я, что ли, буду платить? А что вы на меня так зыркой дели довольны? Я что, самый худший клиент сегодня? Нет, вы ошибаетесь. Когда вы ко мне в машину сели, у меня настроение моментально поднялось. Может, вам орден дать? Орден терпилы, да? Спасибо. Знаете, я вам даже кубок сегодня организую. Вам понравится. А таксисты не догадываются, что сейчас я хамлю ему так, как он своим пассажиром, чтобы испытал на своей шкуре. И вижу, что он вот-вот взорвется. Но 500 гривен его сдерживает. Хотя я уже побаиваюсь его реакции на наше наказание. Ведь первый всплеск гнева попадет как раз на меня. Вот сюда, вот сюда, вот заезжайте. Заезжайте, вот сюда. Да, 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 да. Вот так, к гаражам. За вас 500 гривен. Я помню. Хотя с вашей ездой... Фиг вам! Вот дверь! Понимая, что он и так на пределе, туфли я скинула без раздумий. Моя задача – выманить его из машины, и чтобы догнал он меня только на склоне. Теперь главное споткнуться в нужной точке, чтобы он меня догнал. Стой! Тихо! Тихо! Шапала, на папке я решила кинуть. Тихо! Ты понял? Ты что, кинуть меня думала? Я пошутила, я пошутила. Ты что, в шутки решила играть со мной? Никаких шуток! Куда дра подала? Ты мышки. Мне шампанское в голову ударило. А я сейчас тебе в голову ударю, ты понял? Я оттяну время, пока не услышу сигнал в подслужку. Извини, пожалуйста. Ну, плохая была шутка. Ну, я вам не шампанское в голову ударил. Да, х**, ломала то, что мне нервы потрепались. Ну, сейчас, это просто у меня выпало, когда я бежала. Так ты сейчас выпадешь из жизни у меня, ты понял? Я плету про то, что деньги у меня выпали. Еще в машине, при выбегании. Крис, я готова подниматься. А вот и сигнал. Про деньги он мне, конечно, не поверил. И потащил наверх проверять вместе. На этом мы и рассчитывали. Я сейчас тебе все отдам. Но таксист был взбешен и неадекватен. Вот тебе кубок, вот тебе за твое хамство. Кубок, как самому... Слушай, красота, да кубок я тебе сказала. Я тебе его на голову надел. Не, а ты именно оборезнен. Вот тебе два входящих смс. Тех телефонов, которые ты натырил. Какие телефоны? Какие телефоны? Вот он беленький, который я забыла. А, ты меня не узнал! Он меня не узнал! Вот эта девочка, девочка, которая утро, мамочка такая с ребенком. Это кончено. У него все кончено. Вы посмотрите. Это была тоже я. Такой телефончик я забыла. Дорогу тебя. Да, специально. И ты его закрытил. Засранец. Вот тебе засранец главный кубок. И только тут до него дошло, что его снимали с самого утра. И на наших камерах все доказательства. И человека как подменили. Пацаны, извините. Все я отдам. Все верну. Все я отдам. Все верну. Конечно, топоры были с секретиком. Настоящие, но на магнитах. А потому совершенно безопасные для машины. Но мы и не хотели портить имущество, а лишь показать, что эффект бумеранга еще никто не отменял. И все тайное всегда становится явным. Все, извините, что что-то не так было. Все нормально. Все, у всех благ. Надеемся, в следующий раз этот таксист хотя бы поздоровается с новым пассажиром. Вообще еле удержались, чтобы реальный топор ему в капот не влепить. Так что, ты готов выиграть 400 гривен? Ну да. То есть ты сможешь удержать стаканы с водой и не разливать. И я тебя трогать не буду, я же тебе обещала. А топором же я тебя не обещала трогать. Эээ, полегче. Нет, это просто топор из сюжета, который с магнитиком. Страшная вещь. Ну ладно. То есть ты уверен, что удержишь, да? Да. А так? Куда? Я как бы пошла. Потрачу, куплю себе новые бусики, дам крафт. А ты держи, а то спор продуешь. Так а в чем фокус, я не понял. В условии задания, Сашка. Я же не говорила, что пока ты будешь держать стаканы с водой, я не заберу купюры. Пока. Ты ч... Как известно, аферисты промышляют в любных местах. Но сегодня они проникли всюду. Сайты знакомств просто кишат мошенниками. И пока одни ищут любовь, другие ищут на живу. Два года я провела на разных сайтах знакомств, чтобы выловить реальных аферистов. Ходила с ними на свидания.